Поехали! Стой как можно ты не беги? А у меня шопа грязная? Трусы по правилу, да. А это сейчас не снималось. А можно как-то повыше вас поставить? Ой, у меня жопа кассир грязный. Подождите, я возьму камень. Я взяла камень. Едет. Это Даша. Здравствуйте. Можно у вас взять интервью? Конечно. С чего начнём? Садитесь. А может вы хотите просить сразу снова? Можно. Давайте. А давай снова въедем в кадр. Го! Давай в кадр въедем. На другой стороне. На другой стороне. Давай, давай на другой стороне. Нужно успокоиться. Успокойся. Ты так не успокоишься, Катя. Давай. Это экзаменационное задание. Куда? В ЕГЭ-стану? Да. Так. А что мы скажем зрителям, когда мы едем? Давай на три-четыре вот так. Кук-кук. И всё. Сюда не будем. Поехали. Три-четыре. Хорошо, уехали? Я какой-то пирожок. Я шангер. Ну мы с тобой аппетитные. Ох, ты как? Я бешеная рыба. Я думаю, Фокси, а что у тебя к этому дым не пришло? Фу! О! Видишь, поворачиваю. Тихо, ждем, ждем, ждем. Ага, ага. Стой, ждем. Грежемся! Так вот, Дарья, что вас вдохновило на занятия с китборжником? Расскажите, пожалуйста, свою историю. Как вы начинали? Где-то около года назад я наткнулась на инстаграм прекрасной художнице и скитборзистке Екатерина Лакиновская. Кто это? Можете о ней поподробнее рассказать? На самом деле я была приятно удивлена, когда узнала, что она живет в доме на вороте. Вы с ней подружились, да? Ну да. То есть вы с ней теперь не только подружки, но еще и соседки. Скорее, наоборот, ложимся. То есть вы не только соседки, но еще и подружки. Да! Интересно. Вот. Как-то раз она пошла вдаль вот сюда. В мечети. Ага. И она предложила просто прогуляться. Очень интересно. Очень интересно. Что вас заставляет двигаться дальше? Понимаете, я последний раз я на скинборд вставала год назад. И сейчас я встала, и я понимаю, что я стою точно так же уверена, и мне это нравится. Наверное, все, в принципе. А. Угу. А что вы хотите пожелать нашим зрителям? Катайте на скинборд. Да, если нет скинборд? Трюкайте как-то сушу. Фу, ладно. А что же вас вдохновило на то, чтобы купить скинборд? Знаете, я всегда думала, что я относилась к семействам древесных. И я очень хотела найти себе родственную душу, и поэтому я покупила себе вот канадский клён. Она древомая? Да, это канадский клён. Вот. И бандинг. Бандинг. Произошел очень хорошо. Я нашла прямо себе, я поняла, что я доска. А, тоже. Как внутри, так и снаружи. Так ведь я тоже. Это значит, что я тоже доска? Да, у вас тоже произошел, так сказать, бан... Вот почему мне так понравилось. И вы поняли, что вы доска. Я это всегда знала, но никогда не признавала. Пришло сознание. Что там? Вот такой вот у нас произошел путь нахождения себя. Какой-то будет. Кажется, вы можете это пописать. Мне даже так кажется. Притворимся пустами, мы же как-то как-то. Ты зачем носор подогревала? Носор лица. Тоска. Расскажите что-нибудь из ряда, что я в своем месте. С какой ноги вы сегодня встали с кровати? Может быть, вы смеетесь в ползли? Каждый день с правой. Потому что я должен так, что у меня башкой в ту сторону, чтобы правая нога была шумой. А левая тогда вот эта получается? Она осталась на кровати. Получается так. То есть вы одной только ногой сошли с кровати? Да, да, да. Как вам интересно? Угу. В физическом плане вы здесь совместно. А в ментальном у вас нога еще в кровати? Да. Если так подумать, то я сегодня ментально целый день в кровати. Подождите, а вы тоже с правой ноги встали? Почему? Ну у вас тоже так кровать встает, что вы с правой ноги встали? Я жопу слажу. И башкой на пол? Да. Забавно. А, ну так, да, это по-моему, бух, в низ сеть, туши за раз. Я ведь так и падаю обычно. Плошня. Как у нас голоса красиво сделали. Мат запикать. Чем? А может, когда говно падает? Вот. Я хочу, чтобы крякала уточка. Хорошо, сделай. Катя, редактор. Сделай. Это было наше интервью с гостем. Я интервьюируемый. А я интервьюирую. Вер. Все. Катя. Катя. Продолжение следует...